Всем большой привет! И в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами своими фаворитами косметики, как декоративной, так и уходовой. И мне бы хотелось оговориться сразу в начале этого видео и сказать, что эти продукты, которые я вам сейчас покажу, на мой взгляд, вообще, наверное, одни из лучших, которые я когда-либо использовала на протяжении моей жизни и на протяжении ведения моего канала. Ну, в общем, я ими очень-очень довольна, поэтому советую обязательно вам посмотреть это видео. Итак, если вы заинтересовались, то поехали с первыми продуктами по уходу. И первым, чем я хочу с вами поделиться, это грязевая маска для лица от The Body Shop. Эта маска сделана на основе белой глины и также в ее состав входит гималайский уголь, листья зеленого чая, по-моему, и даже масло чайного дерева. Ну, в общем, это прям такая супер смесь для проблемной кожи. У меня сейчас, видимо, после разных переездов и разъездов, то в одном климате я нахожусь, то в другом, кожа начала это чувствовать, и у меня появились высыпания. И я попробовала вот эту вот масочку, она у меня стояла, может быть, два месяца. И после ее использования у меня реально, я бы не сказала, что ушли все прыщи, но кожа чувствуется настолько чистой, настолько гладкой, то есть она вычищает поры, сглаживает их даже немножко, убирает излишки жира. И знаете, когда вы ее наносите себе на лицо, то создается ощущение, как будто вы обкладываете свое лицо листьями мяты, что ли, потому что именно вот этот вот мятный вкус, я бы даже сказала, именно вот этот мятный запах, он ощущается на вашем лице. До сегодняшнего дня я не пользовалась таким продуктом, точнее, я использовала, конечно, уже грязевые маски в моей жизни, но это одна из лучших, на мой взгляд, поэтому хочу вам прям посоветовать ее. И мы остаемся пока при масках, и следующие, которыми я хочу с вами поделиться, это тканевые маски. В данном случае у меня масочки от Миша, и я вам опять же хочу сказать, ребята, это просто одни из лучших, которые я вообще пробовала, и я от них просто-просто без ума. Вот это вот у меня, я вам сейчас показываю, вам остатки. У меня их на самом деле было намного больше, и я в Инстаграме даже выкладывала фотографию с этими масочками, и результат реально налицо. У них вообще имеется множество разных масок, но вот в данном случае у меня маски Real Solution, которые содержат в себе гиалуроновую кислоту, а также маски Pure Source Cell Sheet Mask. Они немножечко подешевле, и они в разных направлениях. Вот эта маска Красная Женьшень у меня осталась, также у меня до этого была маска Зеленый Чай, Чайное Дерево с Алоэ. Просто огромный ассортимент, и вы можете выбрать для себя то, что вам именно подходит. И я не могу выделить определенно какую-то маску, потому что мне в принципе нравятся все. Я их обычно себе делаю вечером, и на утро вы можете уже увидеть результат. То есть кожа настолько увлажненная, настолько пропитанная и упитанная, что иногда думаешь, даже тебе не нужно крем наносить. Поэтому я ими очень-очень довольна, и также могу вам их только посоветовать. Следующие три продукта у меня шли в наборе. И это гель для умывания, сыворотка и спонжик коньяку, если я правильно его называю. То есть он состоит из корней растения коньяку. Англичане его еще называют Конжек спонж. Эта фирма называется Clarity MD, Clear Skin Formula. И на самом деле я даже не знала, что это вообще такая за фирма, потому что обнаружила я ее в Лос-Анджелесе, когда мы ездили вместе с NYX. И опять же дома, попробовав эти вещи, я была просто влюблена, поражена и положительно удивлена. Ну, во-первых, спонж. Я думаю, многие из вас уже слышали о нем, может быть, кто-то и пользуется. Он состоит из корней коньяку и также, по-моему, на 90%, а на 10% из бамбукового угля. Поэтому он такой немножечко темненький, серенький. Поэтому можно сказать, этот спонж растительного происхождения. И он просто потрясающе отшелушивает какие-то ороговевшие клетки на вашем лице. Излишки жира также убирает. Просто замечательно очищает кожу и он хорошо помогает при внутренних каких-то прыщичках, то есть которые не вылезли еще наружу, но вы видите их на свету. Вот, например, у меня сейчас такое состояние, что меня просто осыпало такими маленькими прыщичками, но он отлично просто их рассасывает, как-то расщепляет и подсушивает. Если вы иногда, может быть, страдаете такими высыпаниями, то он будет помогать вам избавляться от них. Плюс этот гель и сыворотка отлично делают свое дело. Мне кажется, я вот таких у нас в Германии не видела продуктов. Надо будет посмотреть, погуглить это в интернете. И я использую вот этот вот гель и наношу его на спонжик. Совсем немножко выдавливаю продукта. Он отлично пенится и затем массирую, можно сказать, свое лицо. После всего этого, перед тем, как нанести крем, я использую сыворотку, наношу на пораженные участки и он, соответственно, подсушивает, опять же, все прыщички. Следующий продукт, которым я пользовалась вот сейчас в жаркие дни, половину сентября у нас тоже, между прочим, стояла жара в Германии, и это у меня баттер для тела от The Body Shop. Я бы, скорее всего, не стала его сейчас советовать на осень и зим, потому что он все-таки больше подходит на лето. Но все же, если вы не страдаете сильно сухой кожей, то я думаю, он вам вполне сойдет. Плюс у него просто гениальный, какой-то будоражащий запах грейпфрута. Хорошо и быстро впитывается, не оставляет какого-то жирного слоя на теле, что мне очень нравится и что очень преимущественно именно в летний период. Поэтому хочу вам его посоветовать, может быть, на будущее или для тех, у кого не слишком сухая кожа. И мы подошли уже к декоративной косметике. И первым делом я вам сейчас хочу показать базу под тональную основу от NYX. Я ее, на самом деле, сама открыла для себя недавно, но как только я ее открыла, я начала ей пользоваться просто без остановки. У меня уже здесь, наверное, полбутылька израсходовалась. Вы просто распыляете эту базу на все лицо перед тем, как хотите нанести мейкап, и все, больше вам ничего делать не нужно. То есть вам не нужно лишний раз как-то тереть свое лицо, трогать его пальцами или что-то там еще. Кожа не перегружается, что мне очень нравится. Так быстро и эффективно. И база также, точнее сам макияж, потом впоследствии наносится равномерно и держится намного дольше. Тональная основа. И сегодня я покажу вам кушон или кушон, без разницы, в принципе, от Миша, который мне просто очень-очень понравился и который я вам хочу, опять же, посоветовать. У него стандартное строение, то есть внутри находится губка и сверху вот здесь вот сама подушечка, которой вы можете наносить продукт. Этот кушон из серии Миша Сигнейчер Эссенс Кушон Интенсив Кавер. Я оставлю все названия под видео, все, что я здесь показываю. И он у меня в оттенке номер 23. Он отлично перекрывает недостатки на лице. Прыщи, покраснение, замечательное просто покрытие. И он питает кожу. Вот я думаю, сейчас как раз на осенний-зимний период он будет отлично подходить. И эта серия у них имеет такой более золотистую оправу. Есть еще и с серебристой оправой. То есть вы должны обратить внимание. И те кушоны, которые имеют вот здесь вот серебристую фурнитуру или как это можно назвать, они имеют не такое плотное покрытие. То есть если у вас вообще идеальная кожа, может быть где-то какие-то красненькие пятнышки или просто вы хотите выровнять себе тон лица, то я бы посоветовала именно с серебристой крышечкой. А у кого уже более такие заметные недостатки, я советую обращаться именно вот к такой вот золотистой крышкой. Плюс я хочу поделиться с вами вот такой вот кистью. Она от Миша под номером 101 для нанесения тональной основы. Я должна признаться, когда начали появляться вот такие вот кисти различных размеров от различных фирм для нанесения мейкапа, что им там только не носят и не растушевывают. Я подумала, зачем? Но когда я была в Ингольштадте, в Баварии, и зашла в магазин Миша, в инстаграме, кстати, я об этом писала, то мне посоветовали именно вот эту вот кисть. Я вначале подумала, серьезно? Она вообще что-нибудь делает? Нормально ли она распределяет тональную основу и так далее? Но меня уверили, что Вика, бери, она очень супер-классная. И попробовав ее дома, я просто такая, как я раньше без нее обходилась. Она настолько классно распределяет все тональное средство. Она замечательно тушует. И она делает настолько ровное и крутое покрытие. Прям не могу даже подобрать слов. И этой кистью вы можете добиться более плотного покрытия. Сегодня я, например, использовала ее, потому что, как я уже сказала, у меня здесь немножко осыпало все. И я использовала тональную основу поплотнее и вот эту вот кисть. Ей вы можете как растягивать тональную основу, тогда она будет ложиться более тонко, или же ее вбивать. Я попробовала и так, и так. И именно вбивать при каких-то недостатках на лице более выгодно, чем если вы будете ее растягивать. И мы дальше движемся с продуктами для лица. От тональной основы мы переходим к консилерам. И я хочу вам сейчас показать консилеры от Заива. Это вышли у них новая палетка консилеров. Этими консилерами я бы не сказала, что вы смогли бы перекрыть какие-то красные прыщи и так далее. Вы, наверное, заметили, что в этом видео у меня все более уже склонно для проблемной кожи. Но все же именно для скульптурирования лица. Сделать контуринг, если, например, вы готовитесь к какому-нибудь фотошуту или еще для чего-нибудь, то она отлично подойдет. Она включает в себя палитру различных оттенков. Будь вы немножечко посветлее или потемнее. Плюс здесь консилер с розовинкой. Также вот этот вот темно-коричневый оттенок, при помощи которого вы можете именно делать вот этот вот контуринг. Если вы вдруг, как я уже сказала, может быть, готовитесь для какого-то праздника или для фотошута, или для чего-нибудь еще, или, может быть, вы так краситесь. Почему бы и нет? Следующая палетка, опять же, с оттенками для контуринга у меня от Миша. И она называется Touch On Contour Palette. Я использовала ее в видео «Мой макияж в 15 лет». Но, соответственно, кто смотрел это видео, я не пользовалась в 15 лет такой палеткой. Просто я там в том числе и показала макияж, который я сегодня себе наношу на сегодняшний день. Сегодня заболталась совсем, и я использовала как раз эту палетку. Я очень люблю пользоваться вот этим вот самым темным оттенком. Он сегодня, кстати, также нанесен у меня под скулами, и немножко я такую сухую коррекцию лица сделала. И я просто в него влюбилась. Это просто очень-очень универсальный оттеночек, который подойдет очень-очень многим девочкам. Мне сейчас на данный момент хватает вот этого вот оттенка, плюс вот этот хайлайтер я иногда использую на повседневку. Он очень деликатно подсвечивает скулы, смотрится все естественно и натурально. Плюс вот эти вот два оттеночка я могу даже иногда использовать в качестве румян. И еще один продукт для лица, который я приобрела в Лос-Анджелесе, в Сифори, это хайлайтер от Becca в оттенке Champagne Pop. Это просто нереальный хайлайтер, и его я использовала также в своем видео «Макияж в 15 лет» уже в моем макияже на сегодняшний день. И там я вам сказала, что он у меня идет даже на одном уровне с хайлайтером от The Balm Mary Lou по сиянию, но я вам даже сейчас могу сказать, что он, наверное, для меня идет еще на одну ступень выше. Он настолько красиво сияет, это просто что-то невероятное. Я как его посвотчила, попробовала, потестила в магазине, я сказала все. Я была наслышана об этих хайлайтерах, но все же попробовав его, увидев его вот лайф, я в него просто влюбилась и сказала все, без него я, наверное, не выйду из Сифоры. И сегодня я его также нанесла себе на скулы. Это, конечно же, вариант для какого-нибудь вечернего яркого макияжа. Если у вас есть возможность его где-то приобрести, то я только советую. И мы подошли уже к бровям, и я хочу с вами поделиться продуктами от NYX. Карандашики от NYX, которые называются Skyped & Highlight. У меня, например, в двух оттенках. Один Ivory Blonde и Vanilla Taupe. И эти два оттенка, почему я показываю два, потому что мне они, в принципе, подходят оба. Но именно Taupe, он немножечко отдает в рыжину слегка, и его я опять же использовала в том моем видео про макияж в 15 лет. Там вы можете это увидеть. Оттенок Blonde, он все же не так рыжит, и мне подходят они оба. Но после того, как я покрасилась, сделала себе балая, что мне намного больше оттенков начали подходить именно к бровям, потому что у меня как будто бы два оттенка, и я то ли бладинка, то ли русая, поэтому могу немножко варьировать цвета, играться с ними, что мне, кстати, очень нравится. Чем они мне понравились, так это очень быстрое нанесение, и что с одной стороны у них имеется сам карандашик, а с другой стороны имеется хайлайтер. То есть этим хайлайтером вы подсвечиваете область под бровью и визуально ее приподнимаете. А также это гель для бровей, и я должна вам сказать, что я ни разу не пользовалась каким-либо гелем, который бы держал настолько хорошо мои волосинки. Может быть от более дорогих марок можно и найти такие гели, но все же если смотреть в более бюджетном ассортименте, то от них смогу вам обязательно посоветовать, и он называется Control Freak. Я должна сказать, что у меня был воск от MAC, и даже он не так хорошо держал мои волосинки, как вот этот вот гель. Мы перешли к теням уже, и у меня в руках сейчас три карандашика от GOSH в трех различных оттенках, и один из них я использовала в своем видео Get Ready With Me. Там я показывала именно макияж и прическу. У них нереальная стойкость, и когда вы их наносите, вам нужно быстро с ними работать, там может быть растушевывать края. Если вы немножечко замешкаетесь, то все, он у вас застынет, и вы никуда его не сдвинете. Они грандиозно держатся, не скатываются в складки века, и я ими очень-очень довольна. И следующие тени, мимо которых я просто не могу пройти и не показать вам, это тени от Misha, и в данном случае оттеночек у меня French Pie, и это из серии Dewy Glossy Eyes. У них очень интересная консистенция, то есть если вы надавливаете на тени, то он чувствуется как будто бы это какой-то мусс, пластилин что ли, очень как-то интересно все сделано. Но на самом деле они отлично ложатся на века, опять же не скатываются, и это просто нереальный оттенок. И их я, кстати, использовала в Москве на встрече в Атрюме, я наносила их на серединку века, и они просто дополняли образ, создавали такие блики. Смотрелось очень красиво, на мой взгляд, и, короче, очень крутые тени. Также, если у вас есть возможность, то обратите на них внимание. И мы подошли практически к концу, и я вам покажу, конечно же, помады. Первые две помады у меня от NYX, и их, по крайней мере, одну точно, я покупала еще весной. Это помада Stockholm, и мне нравится ее наносить просто на каждый день. Это красивый натуральный оттенок, который придает, я бы сказала, румянец губам. Звучит немножко странно, но все же это так. Плюс это еще один оттенок уже, который уходит в более розоватый цвет под названием Цурих. И на многих фотографиях, в некоторых моих видео спрашивали меня, что у меня на губах, и это была именно эта помада. Получила я много комплиментов за нее, поэтому я омолевалась ей еще больше, еще чаще. Следующей моей любимицей у меня стала матовая помада от Lime Crime в оттенке Cashmere. Этот оттенок, может быть, подойдет не всем. Он имеет какой-то серо-сливовый потон, что может быть при слишком бледной коже сделать вас немножко больными. Но я просто обожаю эту помаду, считаю, что она мне идет. И я ее себе наносила в моем видео макияж в 15 лет. Плюс она была у меня еще в видео, где я показывала три прически для удлиненного каре. В общем, очень крутой оттенок, необычный, не каждый может решиться на такой, но все же это мой фаворит, и он им остается. И последняя помада, которую я хочу с вами поделиться, у меня от Be You. Она идет в виде карандаша в оттенке Rose Nude. И это матовая помада, которая просто прекрасно ложится на губы. Вы вообще нисколечко не будете париться при ее нанесении. И смотрится тоже очень красиво, особенно сейчас на осень. Я даже подумываю снять макияж с этой помадой, какой-нибудь daytime look. Просто эта помада не слишком нюдовая, она уже бросается в глаза, но все же она прекрасно подойдет и на каждый день. То есть это для тех, кто любит яркость, и кто не стесняется, и кто так ходит. Вот так. И на этом у меня все. Я надеюсь, что вы досмотрели это длинное видео до этого момента. Если досмотрели, то вам вот такие вот пальчики вверх. Спасибо большое за просмотр. Пишите мне в комментариях, какие тренды осени вы сейчас предпочитаете. Что вам сейчас нравится, каким оттенком вы больше тянетесь. Мне будет интересно почитать. Ну и мы увидимся с вами тогда в следующих видео. Всем большое спасибо за внимание. И всем пока!